МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы остановились на нужной кнопке. В эфире программа новости дня. Главные темы и события всего региона для вас подготовили корреспонденты ОРТ и я, Вячеслав Кампе. Сегодня выпуски вы увидите. Освобождение населенных пунктов от террористов и уничтожение условного противника. Международные военные учения завершены. Должники Оренбурга остались без транспортных средств. Итоги рейда подводит служба судебных приставов. Столкновение и пожар. В серьезной аварии погибли 4 человека. Предположительно, жители Оренбургской области. Борщевой набор на полях Оренбуржья. Как дешевле покупать овощи в магазине или у поставщика, узнали журналисты ОРТ. Дожди, порывистый ветер и облачно. Погода в выходные будет непостоянной. Чего ждать в начале следующей недели. Орский хоккейный клуб «Южный Урал» выступает в высшей лиге чемпионата России и одерживает очередную победу. Сегодня торжественное закрытие мирной миссии 2021. А накануне на полигоне Донгус прошел финальный этап совместных международных учений стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, направленной на противостояние террористического влияния. По легенде, боевики захватили несколько населенных пунктов под Оренбургом и часть областного центра. Какие новые способы и действия применялись в ходе операции в репортаже моих коллег Натальи Мороз и Семена Воробьева. К месту дислокации стягиваются начальники генеральных штабов вооруженных сил государств стран-шанхайской организации сотрудничества. Несколько вертолетов приземляются прямо на полигон. Приветствия участников и все проходят на совместное совещание. Здесь постановка целей и задач с учетом развития военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Проанализирована ситуация в Афганистане и ее влияние на создание предпосылок для роста угроз безопасности в государствах членов шанхайской организации сотрудничества. В их числе экспорт террористической активности, осложнение гуманитарной ситуации в связи с наплывом афганских беженцев и увеличение объема наркотрафика. Задач, которые должны решить военные в ходе мирной миссии, несколько, но главное это совместными усилиями суметь противостоять условным террористам. И здесь в ход идет все вооружение. Каждая из стран участнее с учений. Действие разворачивается стремительно. По легенде, банформирование наращивает силы и захватило населенные пункты экспериментальной, чистой, кузнечной Дедуровка, Нижняя Паловка и южная часть Оренбурга. Террористы намерены захватить мост через Урал и блокировать город, чтобы установить свое влияние. В бой вступает авиация сразу двух стран России и Казахстана. Она наносит массированные удары по важным объектам противника. Главная роль здесь у истребителя-бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25. Они поражают боевую технику, склады с боеприпасами и горючим террористов с воздуха. На земле действия авиации поддерживают подразделения реактивной и ствольной артиллерии Центрального военного округа. С воздуха ведется постоянная разведка. В дело вступает спецназ из пяти стран. России, Кыргызстана, Индии, Пакистана и Республики Беларусь. К месту их доставляют транспортно-боевые вертолеты Ми-8. В назначенный район высаживаются способы низковысотного десантирования. Занимают выгодный рубеж, чтобы ударить по противнику. Условные террористы все-таки пробивают границу, но там их ждут военные инженеры. Они приготовили для них ловушку, заманив, подрывают фугасные снаряды. Создав противотанковый рог протяженностью 3000 метров удается задержать противника. Российские военные огненным валом останавливают боевиков. В ходе операции отрабатывалась и тактика ведения огня под названием артиллерийская карусель. Это новый способ, в ходе которого расчеты сменяют друг друга на позиции для пополнения боезапаса, за счет чего достигается непрерывное огневое воздействие. Противнику в таком случае не остается времени для совершения маневров. Впервые военные использовали забазированный танковый взвод, который наносил удары способом танковой карусели. Особенность в том, что делается это из замаскированных туннелей. Впервые в этом учении принимают участие белорусские военнослужащие. Все страны, которые входят в ШОС, объединяются в общей борьбе с терроризмом. И Республика Беларусь не находится в стороне от этого процесса. Мы также прилагаем все усилия, чтобы обеспечить мир, стабильность в регионе. Пожалуй, это самая приятная часть для военных. Медаль «Знак отличия в учениях» сегодня получают представители всех стран-участниц мирной миссии. Валерий Залетов признается, было нелегко. Оренбургские степи оказались непредсказуемы. Жара сменялась то холодом, то, как сегодня, порывистым ветром. Подготовка проходила довольно-таки в условиях, скажем так, максимально приближенных. Путем комплексных тренировок, проведением штабных тренировок, мы достигли такой слаженности, с чем мы вышли сегодня на итоговую боевые стрельбы. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов благодарит участников за слаженную работу и хороший результат в борьбе с условным противником. Все поставленные задачи в ходе совместной операции выполнены. Первые совместные учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества были проведены в 2003 году на территории Казахстана и Китая. А теперь они проводятся раз в два года. Где пройдет следующая встреча, пока неизвестно. Наталья Мороз, Семен Воробьев. Новости дня. Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров с главами четырех регионов Приволжского федерального округа отобрали проекты по социально-экономическому развитию. Оренбургская область представит свои разработки во время следующего заседания. Заседание проходит в режиме видеосвязи. Регионы представляют проекты, которые будут реализованы в рамках института кураторства, утвержденного председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. С докладами выступили глава Башкортостана, Татарстана, Самарской и Нижегородской областей. Игорь Комаров подчеркнул, что аппарат полномоченного представителя президента Российской Федерации в ПФО дал предложение по подходам к отбору проектов и ключевых вопросов. Для этого разработаны критерии. Влияние проектов на социально-экономическое развитие, обратная связь от граждан, третий критерий оценка Минэкономразвития и четвертое мнение профильного вице-премьера. Важно, чтобы презентуемые сегодня проекты оказывали в дальнейшем положительное влияние не только на показатели развития экономики, но и на улучшение самочувствия и качества жизни наших граждан. Как неоднократно подчеркивал глава государства Владимир Владимирович Путин, в центре всех решений, планов и программ должен быть человек. Следующее совещание состоится через две недели. Свои разработки Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову представят Удмуртская республика, Пермский край, Оренбургская, Пензенская и Саратовская области. К другим новостям. Рейд по должникам провели судебные приставы и госавтоинспекции. Спецоборудование позволило в транспортном потоке выявить автомобили, чьи владельцы уклоняются от уплаты имеющихся задолженностей. Остановлено и проверено на наличие долгов более 50 водителей. Под прицел мобильного розыска попали и припаркованные неподалеку машины. Так, молодой человек, приехавший в кафе на спортивном авто, не оплачивает кредит на сумму 50 тысяч рублей. Дорогая иномарка отправилась на штрафстоянку. У мужчины есть 10 дней, чтобы оплатить задолженность, или авто уйдет с молотка в счет погашения займа. Были и те, кто свои долги закрывали сразу же. Водитель внедорожника оказался работником фирмы, имеющей задолженность по налогам около 800 тысяч рублей. Не дожидаясь ареста транспортного средства, главный бухгалтер организации произвела оплату. Всего была арестована 41 машина. Водители 8 из них не стали затягивать с выплатами. ДТП со смертельным исходом. Накануне на трассе Уфа-Оренбург столкнулись два автомобиля. Микроавтобус «Газель» и грузопассажирская иномарка. Погибло 4 человека. По данным ГИБДД, авария произошла на 167-м километре дороги в Мелюзовском районе неподалеку от села Столировка. Оба транспортных средства двигались с большой скоростью. Столкновение сбежать не удалось. От удара одна из машин загорелась. Это «Газель», в которой, по предварительной информации, в соседнюю республику на работу ехали три жителя Оренбургской области. Микроавтобус практически полностью уничтожен в пожаре. Водители три пассажира погибли в огне. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. А теперь к официальным данным по заболеваемости коронавирусом в области. За последние сутки от осложнений ковид-19 скончались 12 оренбуржцев. Инфекция подтвердилась у 342 жителей области. Общее число заболевших с начала пандемии 75 268. Выздоровели сегодня 357 человек. Сейчас прервемся. Во второй части выпуска вы увидите. Борщевой набор на полях Оренбуржья. Как дешевле покупать овощи в магазине или у поставщика, узнали журналисты ОРТ. Дожди, порывистый ветер и облачно. Погода в выходные будет непостоянной. Чего ждать в начале следующей недели. Орский хоккейный клуб «Южный Урал» выступает в высшей лиге чемпионата России и одерживает очередную победу. Это новости дня мы продолжаем. Промышленность в регионе развивается. За 7 месяцев объемы отгруженной продукции увеличились больше, чем наполовину. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Объем отгруженной продукции в Оренбургской области составил более 680 миллиардов рублей. Это почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2020 года. По видам экономической деятельности больше всего получила добыча полезных ископаемых. Около 400 миллиардов рублей. Почти вдвое меньше обрабатывающее производство. Замыкает тройку производства и распределения электроэнергии, газа и воды. В обрабатывающем секторе лидирует металлургическое производство. Это крупные компании на востоке области. За 7 месяцев этого года предприятиями отгружено продукции более, чем на 90 миллиардов рублей. В этом году индекс промышленного производства набирает обороты, заявляют правительстве области. За оставшийся период там надеются выйти на годовую цифру в 900 миллиардов рублей. А теперь информация для тех, кто следит за курсом иностранной валюты. Стоимость доллара и евро сейчас на вашем экране. Овощи на прилавках магазинов дорожают. А каковы цены на сезонную продукцию у производителей? Мои коллеги Маляка Джумалиева и Станислав Доминов отправились на одну из фермерских хозяйств в Солилецком. Во сколько обойдется борщевой набор прямо с полей, расскажем далее. Наверное, сколько в мире хозяек, столько и существует рецептов борща. Но овощной набор у всех примерно одинаковый. И почти все необходимые ингредиенты можно найти прямо здесь, в поле. 7 хозяйств, почти 1000 гектаров полей. Так выглядит сельскохозяйственный кооператив «Богуславский» в Солилецком городском округе. Каждый год, летом и осенью здесь наплыв покупателей из ближайших населенных пунктов. Мы один год пользуемся его услугами. Берем все – морковь, перец, баклажаны, помидоры. Сейчас что, лук и картошка. Приехали за картошкой. Одна из причин, по которой потребители готовы совершать долгий путь за покупками – низкая цена. То, что у местного производителя овощи дешевле, здесь знают многие. При этом, как утверждает председатель кооператива, работают не в убыток. А причина низких цен – в отсутствии затрат на логистику. Сами выращивают, здесь же фасуют и продают. Картофель мы фасуем в сетке. Сетку сделали специально маленькую, 20-22 килограмма, для того, чтобы в основном покупатели взрослого населения и пожилое население, для того, чтобы им было удобно, легко перемещать этой сетки, куда-то складировать, опускать в погреба. Всего здесь выращивают около 10 овощных культур, в том числе относящихся к борщевому набору. Овощи для своего супа мы собрали в поле сами, а после подсчитали, во сколько борщевой набор обойдется нам по расценкам местного производителя. Свеклу нам добыть не удалось, поэтому набор получился скорее для щей, нежели для борща. Одна капуста, пара луковиц, пара морковок, четыре картофелины. Вся эта продуктовая корзина по ценам от местного производителя обошлась нам в 93 рубля. И все же выбор – совершать долгий путь за низкой ценой или купить подороже, но поближе к дому за потребителем. Тем временем в некоторых регионах страны покупатели заметили снижение цен на борщевой набор. Маликаджи Малеева, Станислав Даминов, Новости дня. Облачность, дожди и порывистый ветер. На этих выходных оренбуржцев ждет ненастная осенняя погода. По словам синоптиков, все это влияние южного циклона. Погода в выходные будет незначительно отличаться в разных частях региона. При этом есть общие тенденции. Ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, как различные интенсивности. Ветер будет менять свое направление с юго-восточного, переходить на северо-западный. И температурный фон вновь понизится. В ночные часы составит 5-10 градусов. Днем всего лишь 9-14. В субботу осадки ожидаются в центральных и западных районах. К концу недели дожди пройдут почти по всему региону. Порывистый ветер придет с востока и дойдет до центральных районов. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. При этом температура воздуха останется комфортной. Днем воздух прогреется до плюс 16-18 градусов. Ночью будет держаться на уровне плюс 5-11. Исключение восточные районы. Там в субботу ночью ожидается похолодание до нуля. В начале следующей недели разница между дневной и ночной температурами будет увеличиваться. Не исключены заморозки. Выездная модель в действии. Орбский хоккейный клуб «Южный Урал», выступающий в высшей лиге чемпионата России, одержал очередную победу. В текущем выездном турне «Южноуральцы» набирают очки в каждой встрече. Очередная в Самаре с ЦСКА ВВС. Получилось как под копирку похожа на игру недельной давности в Пензе. В первом периоде «Орчане» открыли счет. Во втором соперники обменялись забитыми шайбами. И в концовке третьего периода, когда военлетчики, спасая встречу, сменили голкипера на полевого игрока, гости поразили пустые ворота. 3-1. По два очка на свой счет записали Степанов, Сиванькаев и Кляузов. Орские хоккеисты выдают лучший старт за последние годы. Четыре победы в шести матчах. И, как следствие, седьмое место в турнирной таблице. Сегодня «Южный Урал» завершает гостевую серию в Тольятти с Ладой. Оренбургские сарматы, также довольно бодро начавшие чемпионат молодежной лиги, в очередном туре принимали кузнецких медведей. И неожиданно провалили первую встречу. 1-5. Практически все было решено в стартовом периоде, когда гости забили три безответные шайбы. На следующий день картина, как в зеркальном отражении, 5-1. Теперь хозяева после первого периода ведут 3-0 и в итоге берут реванш с тем же счетом. Сарматы не дают скучать своим болельщикам. У них есть неделя на обретение психологической устойчивости. Следующий соперник – Тюменский легион. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня. Это были все новости. Напомним, вернуться к выпуску вы всегда можете на нашем официальном сайте media56.ru. А также присоединяйтесь к аккаунтам ОРТ в социальных сетях. Далее вас ждет подробный разбор климатических явлений в рубрике «О погоде и не только». Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова